Будущее распределено неравномерно, именно поэтому в одном месте мы можем увидеть представителей абсолютно разных эпох. Скорость понятие относительное, и поэтому скорость распространения информации не одинакова для всех. В одном доме легко могут жить глубоко верующая бабушка, поклонник исторической реконструкции и разработчик децентрализованных приложений. Как же так получилось, что в интернете мы можем найти видео о том, что интернет это плохо? Чтобы понять это, нам надо пройтись по всей истории человечества и посмотреть, как же формировались наши взгляды. Изначально человечество вело кочевой образ жизни, и весь мир представлялся им безграничным пространством, где живут разные стаи животных. Вот стая волков, вот стая медведей, а вот наша стая людей. У людей, ведущих кочевой образ жизни, нет нужды ни в числительных, ни в письменности. Скорость распространения информации крайне медленная. Информация передается из поколения в поколение, поэтому создается ощущение, что будущее не распределено. Чем медленнее распространяется информация, тем труднее заметить бег времени. Но в один из моментов человечество перестает вести кочевой образ жизни, и начинается время оседлости. С этого момента время начинает бежать быстрее. Находясь на одном месте, можно легко увидеть результаты своих трудов. Если вы знаете, как было и как стало, вы можете оценить масштаб изменений, и тем самым измерить скорость распространения информации. Оседлообраз жизни принес человечеству необходимость хранить продукты в одном месте. С хранением продуктов пришла необходимость вести счет. Оседлообраз жизни поставил перед человечеством задачу учета обладаемых ресурсов, и письменность с математикой стали универсальным решением этого вопроса. Кроме всего прочего, для того, чтобы жить оседло, необходимы правила жизни. Представьте себе, что существует несколько книг, в которых написаны разные правила. В одной книге сказано, надо грабить и убивать. В другой книге написано, грабить и убивать не надо. Люди живут по разным правилам. Через некоторое время люди, которые жили по правилам грабить и убивать хорошо, умерли и не оставили потомков, вследствие чего не передали информацию последующим поколениям. А те люди, которые жили по правилам грабить и убивать это плохо, продолжили свое существование и передали свои модели поведения последующим поколениям. Именно поэтому во всех религиозных книгах приблизительно одни и те же постулаты. Не грабь, не воруй, не убивай. Именно эти правила дали возможность человечеству дожить до того момента, в котором мы с вами сейчас находимся. Но потом Ростехнологий подарил нам книгопечатание, что значительно ускорило скорость распространения информации. Теперь правила, которые были неизменными на протяжении веков, можно было чуть-чуть поменять, напечатать в книге и распространить. И это увеличило скорость распространения информации настолько, что за последние 500 лет мы шагнули куда дальше, чем за последние 300 тысяч лет. Если раньше наши представления о мире формировались нашим окружением, то теперь наши представления могли измениться благодаря информации, которая попала к нам извне. Благодаря книгам мы смогли узнать о том, как происходит там, где мы не были. Человечество жадно поглощало сырую дату со всего мира, классифицировало ее, а после этого классифицированная дата из разных областей рассматривалась как сырая. Человечество опять ее поглощало, опять обрабатывало и выдавало новую классификацию. И так повторялось раз за разом, раз за разом. Этот бесконечный рост информации и есть энтропия. Рост появления сырой даты происходит экспоненциально, а рост ее обработки происходит линейно. Поэтому информации всегда становится больше. Если раньше мы страдали от нехватки информации, то теперь мы страдаем от переизбытка информации. Если раньше нужно было расширять кругозор людей и объяснять им, почему царя не Бог послал, то теперь нужно указывать людям на то, какая информация является избыточной. Почему земля не плоская, почему рептилоидов не существует. Мы полностью запутались в лабиринте информации. Человечество проделало огромный путь от представления о том, что весь мир является игровой площадкой, до представления о том, что весь мир это грандиозная онлайн игра. Мы больше не считаем себя частью животной стаи. И мы не думаем, что огромная птица принесла нас сюда. Но тем не менее, большинство людей в нашем мире считает, что мир это огромный механизм. Наши общие представления о том, в чем мы все находимся, какова наша роль в этом и почему все происходит так, как происходит, называется парадигмой. В условиях кочевого образа жизни индивиду невозможно выжить в одиночку. Для того, чтобы выжить, необходимо быть частью стаи. Поэтому эго сконцентрировано на стаи. Именно поэтому старики жертвовали собой ради стаи. Или когда появлялся слабый ребенок, то от него легко избавлялись. В таких условиях каждый участник стаи понимает, что интересы стаи стоят куда выше его личных интересов, так как без стаи он выжить не может. Все участники стаи рождаются и умирают в движении. Если кто-либо из участников стаи заинтересуется, откуда я здесь появился, то ему будет дан ответ. Мы все время двигаемся. Когда-то давно мы начали свой путь неизвестно откуда, и мы держим свой путь неизвестно куда. Мы пришли в одно место, все здесь съели и отправились в другое место. Пришли в другое место, там все съели и отправились в третье. И так протекает жизнь всех участников стаи. При оседлом образе жизни, когда у человека возникает вопрос, откуда мы здесь все взялись, ему отвечают, «О, наши деды здесь жили, наши прадеды здесь жили. Когда-то нас сюда принесла большая птица, и с тех пор мы все живем на этом месте. Это место даровано нам свыше». А на вопрос, откуда это все взялось, и почему все происходит так, как происходит, всегда звучит ответ. Тот великий создатель, который нас сюда прислал, он все это и сотворил. Поэтому наша роль во всем этом – поклоняться тому, кто все это и создал. В божественной парадигме эго сконцентрировано на Боге, потому что абсолютно неважно, кем вы являетесь или кем являются другие участники общества, когда все вы рабы Божьи. При таком мировосприятии жизнь земная – это страдания, которые нужно пройти для того, чтобы оказаться вместе с Создателем. Ну вот представьте себе, живете вы в деревне, вас там численность 150-200 человек, все друг друга знают. Вы спрашиваете, мама, папа, откуда я взялся? Они говорят, ну как, Бог нас сюда прислал. Потом приходят какие-то люди и говорят, прикинь, вот те враги нашего Бога, сатанисты, украли гроб нашего Бога, надо его пойти и отвоевать. И вы думаете, так, вот я умру, буду стоять перед воротами рая, и будет меня спрашивать святой, а что я же сделал за свою жизнь? И я могу ответить, либо я рукоблудничал и пас овец, либо я могу ответить, что я сражался за гроб Господень, так это же стопроцентная проходка в рай. Конечно, я отправляюсь в крестовый поход. Божественная парадигма возможна только при низких скоростях распространения информации. Рост технологий и увеличение скорости информации дают нам новые описания происходящего, и большинство из этих описаний не нуждаются в существовании Бога. Когда весь мир и все происходящее можно описать без участия Бога, надобность в Боге отпадает. Рост технологий и увеличение скорости распространения информации привели наш мир к индустриальной парадигме. В индустриальной парадигме всему есть рациональное объяснение. В этой парадигме эго человека сконцентрировано на нем самом. Когда мы рождаемся в индустриальной парадигме, нам постоянно говорят «ты такой уникальный», «ты такой единственный». Это дает нам ложное представление о том, что мы действительно являемся единственными и уникальными. Индустриальная парадигма принесла нам конкурсы красоты. Сложно представить, что 600 или 700 лет назад кто-нибудь устраивал бы конкурс красоты. Тогда было абсолютно неважно, как выглядит человек. В божественной парадигме, когда какой-нибудь король завоевывал новые земли, он не вставил туда свой портрет. Он приносил туда символ своего Бога. В индустриальной парадигме важно не то, кем является наш Бог, а важно то, кем являемся мы. И поэтому существует огромное количество градаций, по которым оценивается каждый индивид. Более того, даже само понятие «индивид» пришло к нам вместе с индустриальной парадигмой. В парадигме стаи или в божественной парадигме понятия «индивида» просто не существует. Индустриальная парадигма начала делить людей на классы. Но мы прекрасно понимаем, что всех людей можно поделить на две категории. Те, кто делят людей на две категории, и те, кто не делят людей на две категории. Но при этом надо помнить, что самая точная карта это карта с масштабом один к одному. Но кроме того, что она самая точная, она и самая бесполезная. Если мы захотим, мы сможем разделить всех людей на такое количество категорий, которое равно количеству всех людей. потому что так или иначе, каждый из нас уникальный. В то же самое время, если мы будем искать не различия, а сходства, то окажется, что все люди находятся в одной категории, в категории человек. Индустриальная парадигма принесла человеку системное мировосприятие. При этом взгляде весь мир рассматривается как огромный механизм, где у каждого есть свое место, и где все работает как часы. Но с появлением общей теории относительности и квантовой механики мы увидели, что этот мир совсем не является стабильным механизмом, работающим как часы. Даже наоборот, этот мир является динамическим, самоорганизованным хаосом. И вот в который раз рост технологий и увеличение скорости передачи информации меняют наши взгляды на мир. Мы находимся в переходном периоде от индустриальной парадигмы в информациональную парадигму. Вот представьте себе лес. Какая из частей леса самая главная? Деревья или бактерии, или животные, или грибы на самом деле нету главной части у леса. Вся эта система функционирует благодаря сложным динамическим взаимоотношениям. Белка пожрала орехи с дерева, погадила под себя, бактерии пожрали как у ли белок, погадили под себя, деревья взяли как у ли бактерий, из них создали новые орехи для белок. Вся эта система функционирует без какого-либо центра. В предыдущих парадигмах сложно было себе представить, что что-то может существовать без создателя или организатора. У всего всегда была первопричина. И когда мы спрашивали, почему это появилось, или кто это организовал, у нас всегда находился ответ. Экосистемный взгляд на мир дает нам отличные примеры того, как что-либо может существовать, не нуждаясь в творце или организаторе. Посмотрите на Википедию. Кто создал Википедию? Она создана гигантским количеством людей. Кто все эти люди? Да мы не знаем, кто все эти люди. А кто их организовал? Да они сами организовались. Им кто-то денег заплатил. Да нет, они за бесплатно приходят, тратят свое личное время, чтобы пополнять общечеловеческую базу знаний. Если раньше у книг были авторы и издательства, то теперь у информации нету конкретных авторов и нету конкретных издательств. Например, гитхаб, где огромное количество разработчиков со всего мира выкладывают бесплатный открытый код, чтобы другие разработчики им пользовались. У гитхаба нету организатора, и гитхаб не смог бы существовать, если бы им кто-то руководил. Гитхаб может существовать только из-за того, что это экосистема разработчиков. Блокчейны являются ярчайшим примером экосистемности. Несмотря на то, что все мы знаем, что у биткоина есть создатель Сатоши Накамото, кто этот создатель, неизвестно. И блокчейн биткоина продолжает стабильно работать без существования создателя. Блокчейны третьего поколения, такие как Polka.dot или Cosmos Network, пошли куда дальше. Они прямо начали называть себя экосистемами. Абсолютно разные распределенные сети начинают взаимодействовать друг с другом, как настоящие экосистемы. В них нет главной распределенной сети, и внутри каждой распределенной сети также нету главного звена. Это гигантские распределенные сети, состоящие из распределенных сетей. Если какие-либо централизованные структуры из индустриальной парадигмы решат найти главного внутри экосистемы, у них это не получится. Они могут обвинять каждое звено в том, что оно главное. Информациональная парадигма дает нам новые представления, благодаря которым мы легко решим проблемы предыдущих парадигм. Но мы должны понимать, что проблемы парадигмы не решаются внутри этой парадигмы. Для решения парадигмальных проблем нам надо перейти на новый уровень. Вопрос божественной парадигмы, сколько демонов может поместиться на кончике иглы, не решается внутри божественной парадигмы. Для решения этого вопроса нужно перейти к индустриальной парадигме. Потому что в индустриальной парадигме вопрос, сколько демонов помещается на кончике иглы, звучит абсурдно. Но индустриальная парадигма принесла нам новые проблемы, которые не решаются внутри индустриальной парадигмы. Как решить проблему отходов, когда весь мир представляется как огромный завод, который занимается производством и при этом создает отходы? Для того, чтобы решить проблему отходов, нам надо перестать представлять этот мир как огромный механизм, который эти отходы создает. Нам надо получить новое представление, в которых не будет понятия отходов. И тогда проблема отходов будет решена. Сложно сказать, какие проблемы принесет нам информациональная парадигма, так как мы еще до конца не ушли из индустриальной. Но мы обязательно встретимся с этими проблемами. А с вами мы встретимся в следующих выпусках. С вами был Владимир Понимающий. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал SexyBTC, мыслите экосистемно. И как обычно, специальный бонус для тех, кто досмотрел наше видео до конца. Найдите в Telegram канал Техногуманитарий и напишите в его чат о том, что вы готовы мыслить экосистемно. Подробности в описании.